На базе санаторного детского дома номер 12 уже есть несколько структурных подразделений, где оказывается помощь детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, и выпускникам детского дома, которые оказались в сложной жизненной ситуации. А сегодня состоялось торжественное открытие кризисного центра поддержка. Здесь будет проводиться работа уже непосредственно с родителями. Сегодня первостепенно становится задача по развитию системы профилактики социального сиротства и семейного неблагополучия. Мы на первое место на сегодняшний день ставим работу с семьей, с той семьей, которая находится на грани кризиса. Это может быть и замещающая семья, и кровная семья, и просто семья, которая имеет детей, но находится в одноком состоянии, что готова отдать ребенка в детский дом по различным причинам. Вот для того, чтобы не было этих возвратов, для того, чтобы наши дети, наши воспитанники проживали в семьях, и открывается наш кризисный центр. В 2008 году Евгению лишили родительских прав. Рассказывать об этом ей сложно. На протяжении всех этих лет ее 15-летняя дочь Настя находится в детском доме. Мама практически все время находится рядом. Восстановить права на ребенка – это долгая и сложная процедура, которой Евгения занимается не один год. В этом ей оказывают поддержку в центре. Я стараюсь как бы с ней найти общий язык, но все равно у меня как-то не слаживается вот это вот. И здесь в центре вам помогают, да? Да, я это сама психолога внутри меня. В основном по сбору документов, если у меня есть какие-то проблемы или что-то у меня не получается, я всегда могу обратиться, всегда посоветоваться, мне подскажут, мне объяснят. Как бы все это бесплатно. Здоровая и крепкая семья – залог процветания общества. Но кто, как не общество, может помочь в трудной ситуации оказать поддержку и подсказать мудрым советам. Поэтому прямо здесь, в центре, создан телефон доверия для подростков. Звонят с абсолютно разными проблемами. Неразделенная любовь, недопонимание в семье, трудности в учебе и так далее. Во всех этих вопросах помогают разобраться квалифицированные психологи. Ребенок не знает, с кем он разговаривает и не видит лица. Ему наверняка легче общаться с человеком, которому он не смотрит в глаза. Ему проще рассказать незнакомому человеку, чем тому, который будет ему через секунду после общения читать мораль, нотацию или учить уму-разуму. Дети хотят общаться, дети звонят, детям интересно, они разговаривают. И не просто разговаривают, а в голосе слышится интерес. Они уверены в том, что им действительно помогут. И на самом деле это так и есть. Обратиться за помощью – это не значит, что ты не справляешься со сложностями. Это значит, что в тебе есть желание и силы их разрешить. А люди, работающие в центре, подскажут и направят. Елена Сметанина, Григорий Муратов, Информбюро.